МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанского студента Азамата Тажаякова виновным в препятствии расследованию теракта, произошедшего в Бостоне в апреле прошлого года. Певица бывает кусач, и юная звезда отечественной эстрады, будучи в нетрезвом состоянии, покусала полицейского. Страж порядка жалуется на то, что во время задержания агрессивная селебрити порвала на нем брюки. Так ли это и что было на самом деле, а также мнение, мысли пользователей соцсетей в программе блогеры. Бостонское дело. Суд присяжных США признал друга Джохара Царнаева, казахстанского студента Азамата Тажаякова виновным в препятствии расследованию теракта, произошедшего в Бостоне в апреле прошлого года. Таким образом, 20-летнему казахстанцу грозит до 25 лет лишения свободы. Конечно, эта новость не могла пройти незамеченная в сети интернет. Пока мы не встанем в защиту парня, не будем бомбить посольство США, дело оставят как есть. Ребята, нельзя допустить такое безобразие. Почему мы такие глухонемые? Вы хотите бомбить посольство США за то, что наши помогли убить американцев? Бог вам в помощь, пусть он даст вам немного мозгов. Это какой-то абсурд. У них не было никаких намерений и мотивов быть замешанными в этой истории. Они поступали, исходя из своих юношеских принципов и менталитета. Надо вытаскивать их оттуда. Если общественность и правительство уделят этому вниманием, то они будут дома. Сейчас им грозит 25 лет тюрьмы. Это просто провокация и вызов нам со стороны США. Напомню, 15 апреля прошлого года на финише бостонского спортивного марафона прогремели два взрыва. В результате трое погибших свыше 260 раненых. Главными подозреваемыми в организации теракта стали братья Джохар и Тамерлан Царнаевы. Последний был убит в перестрелке с полицейскими. Джохар Царнаев позже был задержан. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда, который начнется осенью этого года. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, по 17 из которых ему грозит смертная казнь. Пацаны приехали учиться, а не совершать теракты. То, что они пытались прикрыть кого-то, не делает их участниками организации теракта. От их последующих действий ничего не поменялось. То, что создали проблемы следствию, возможно. Но не 25 лет же. Надо выходить к посольству. Надо показывать солидарность общественности. Парни накосячили. Поверьте, мне их жалко за их глупость и заглубленную жизнь. Они в Штатах жили по казахстанским понятиям. Отмазать братка, скрыть все от ментов. Здесь это геройство, а там уважение закона. И неуважение карается соответствующими мерами. Наше бахвальство и тюремная романтика там большая глупость. 19 лет это еще не совсем взрослый, хоть и совершеннолетний, но и не ребенок. Очень жаль их. А еще жальче девушку, которая теперь инвалид по слуху. Парня, который лишился ноги и трое убитых, и 260 раненых. Давайте устроим мирное шествие. Протест против американского произвола. Давайте дадим знать Янкам, что у нас демократия, за ребят надо биться. Какие они террористы. Просто сработало понятие не предавать друзей. Певица бывает кусачей. Юная звезда отечественной эстрады Жадыра Кутпанова, будучи под действием горячительных напитков, укусила полицейского. Страж порядка также жалуется на то, что при задержании, завождении в состоянии алкогольного опьянения, Кутпанова порвала на нем брюки. Корреспонденты одного из интернет-изданий запечатлели героиню дня, вернее ночи, на видео и выложили это в сеть. В угоне, да, машина, девушка? Или ваша машина? Моя машина есть. Ваша, да, машина? Моя машина есть. Документы есть на нее? Да. Ну, предъявите документы. Я уже гаишников предъявила. Ну, а... А вам я предъявляю... Нет, гаишники... Нам не надо, сотрудникам полиции предъявите документы. Я предъявила уже. Сотрудники полиции при патрулировании на пересечении улиц Сайна и Оскарова задержали автомашину «Инфинити», за рулем которой находилась нетрезвая девушка, как позже выяснилось, экс-солистка группы «Даус Интернешнл» Жадра Кутпанова. Звезда сразу начала вести себя вызывающе и наотрез отказалась предъявить документы на авто. Во время проведения медицинского освидетельствования Кутпанова рассказала непонятную историю. Якобы за рулем был водитель, который при виде журналистов сбежал. Однако информация не подтвердилась. Позже певица стала обвинять полицейских в том, что дала им 20 тысяч тенге. Но при обыске деньги были найдены в машине, на что задержанная заявила, что давала другие 20 тысяч тенге. Кто это вообще? Суарес. Зато мы теперь знаем, что есть такая звезда. И вообще, это такая пиар-акция. Может быть и правда, надо сотрудников экипировать как-то специально для отлова пьяных гражданок. Ну, как у кинологов спецодежда. Сачок, намордник. Медики выявили у девушки среднюю степень алкогольного опьянения. За правонарушение сотрудниками полиции был собран административный материал. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Сообщается, за неповиновение сотрудникам полиции девушке грозит штраф до 50 мрп или арест сроком до 15 суток. Селебрити, когда бухие неадекватными становятся, балаган устроили. А вообще-то она тоже человек. Все мы грешные. Если бы было стыдно, не села бы пьяная за руль и потом не козыряла бы своей звездностью в надежде, что отпустят. А теперь, конечно, можно дурочку включать. Не виновата я я, он сам. То, что девушка бухает, ее проблемы. Но садиться за руль и рисковать жизнями других людей – это непростительно. Это покушение на убийство. За это надо не просто права отбирать, а давать реальный срок. Черный пиар нужен тогда, когда на иной ума не хватает. Зато другой отечественной звездочке только в спортивной арене есть чем похвалиться. 17-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбаева покорила своей внешностью китайских интернет-пользователей. Дело в том, что на проходящем в тайваньском Тайпее чемпионате по волейболу юную спортсменку признали самой красивой участницей. Популярность Сабины в сети набрала такие обороты, что ведущие китайские СМИ посвятили юной красавице целый сюжет. По мнению большинства болельщиков, секрет ее успеха в том, что внешность юной красавицы уж больно смахивает на героинь японских аниме, весьма растиражированных в этом регионе. Сабине посвятили множество зарисовок с мультяшными героинями. Журналисты даже измерили длину ног спортсменки. При росте в 1 метр 80 сантиметров длина ног волейболистки – метр 20. Сделали картинку для меня. Боже, так нравится мне. Между тем, число фолловеров в Инстаграме растет изо дня в день. Если к началу чемпионата за 17-летней волейболисткой наблюдали несколько сотен человек, то сейчас эта цифра переварила 126-тысячную отметку. Ну да, по количеству китайских болельщиков могут обойти только китайские болельщики. Все-таки самое многочисленное население планеты. Каждая фото Сабины собирает тысячи лайков и сотни комментариев с признаниями в любви и предложениями руки и сердца. Так, за пару часов размещенная Сабиной фотография собрала свыше 10 тысяч лайков и около 600 комментариев. Вот она, безграничная любовь болельщиков. Добро пожаловать в Поднебесную. У тебя здесь много поклонников, которые поддерживают тебя во всем. Если ты переедешь в Китай, тебя ждет блестящее будущее. Это правда, ты в наших сердцах. Сабина, ты умничка. Мы все в приятном шоке. Очень рада за тебя. Так держать. Побольше побед тебе и поклонников. Мультсериал «Принцесса Сабина». Смотрите скоро на китайских и японских телеканалах. Я готов стать твоим мужем. Удачи, Казахстан. Ты действительно азиатская красавица. С наилучшими пожеланиями из Филиппин. Родом Сабина из Ак-Туби, старшая из троих дочерей, начала заниматься волейболом три года назад. По словам мамы юной спортсменки, такая популярность ее настораживает. Мы очень переживаем за нее. Очень хочу, чтобы она скорее приехала домой. Последние два дня особенно популярность ее меня очень настораживает, рассказала мама. Я слышала, что говорят про казахскую девушку по имени Сабина. И даже предположить не могла, что это моя Сабина. Информацию получаю из разговоров моих подружек. Сама еще в интернете ничего не видела. Из-за загруженности в спорте, а также девушке предстоит учеба в одном из алматинских вузов, в соцсетях Сабины практически нет. Лишь в Твиттере мы нашли ее старые записи. Судя по дате, публикации были сделаны на самом начале ее волейбольной карьеры. Гордые, потому что обижали. Сильные, потому что делали больно. Смелые, потому что уже не боюсь. Девушки, которые занимаются спортом, точно знают себе цену. И точно знают, чего они хотят. Мальчишки, возьмите это на заметку. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами. Редактор субтитров А.Семкин